придется разбирать все смотреть что там у нас хочет он боевого коня погонять по горам поменялся но мотор здесь конечно лучше а вот пускной а пускной насквозь привет други мои сегодня суббота четверг пятница мне выйти не удалось сарай работа и дела жительские вот сегодня вырвался хотел сегодня заняться фарами для машины но не пришла трава для разборки фар сегодня соберем лесника надеюсь заварил я крышечку вот и попробуем сейчас все это дело собрать вот у меня жарится он у меня отлежал неделю в тормозухе неделю а когда мы разбирали сейчас остынет попробуем оттуда извлечь до вилки на ролике и у меня положен статор и статор этот ротор потому что в нем так я понял внутри вода и она из него как бы выливалась или мне так показалось в принципе он уже как бы высох тоже пускай остывает почистил я шестереночку заварили вот мне лючок заварил он основательно сейчас поставим сюда сальник вот довольно просто вставляется раз и все сальник я вынимал потому что когда варят аргоном очень большая температура и он просто-напросто сгорел бы сейчас в общем все соберем сейчас сделаем цепь новую склепаем на заводилку понятно что она сломалась потому что она вообще не двигается и соберем попробуем завести так ну что вставим резинку ставим резинку ставим на место заварил парень вот заварил парень очень хорошо даже считай не увело она ровная чуть-чуть но я думаю на мощность это не повлияет сейчас мы вот меня есть сцепка она как бы поезженная для грм а не слишком а для стартера конечно она пойдет сейчас мы разберем моей разбиралкой которую я показывал уже 300 раз если не больше отрежем кусочек и соберем новую стартерную цепь и новую другую тоже посмотрим где-то в интернете очень помогает при разборке особенно при замене цепей на скутерах очень помогает потому что в отличие от альфа вальфе еще можно добраться до моторной цепи сняв ротор вот открыть люк грима скутере что в 50 кубовым что 150 кубовым только с разборкой двигателя и просто так туда не залезешь так что вот эта вещь очень спасает и она как бы подходит для всех цепей что были у меня мопеды на все цепи она подходит сейчас примерно посчитаем длину цепи не примерно по звеньям выставим получается вот здесь и потом просто соберем назад у нас будет цепь которая нам нужна разбиралка очень простая просто шестигранник на 24 просверлен пропилен болгаркой нарезан резьба найден хороший болт десятка с резьбой шаг 1 вот болту просверлен дырка двойка по моему и сюда поставлен это явская иголка вот поршня с пальца она как раз подходит смотрим еще раз длину так все по звеньям все прекрасно собираем в обратном порядке ну вот вчера можно было выйти вчера правда у нас сильно похолодало вот вот ну и главное мороза нет но холодно ужасно просто а вчера нет да вчера пятница была вчера можно было выйти но у меня начались поиски я сейчас ищу задние саленблоки на машину цены у нас катастрофические сейчас я уже говорил что голимый китай стоит как раньше хорошие запчасти я вчера вечером занялся поиском перепиской чтоб купить наиболее хорошие детали но по более низким ценам все цепь у нас готова собираем так вот эта штука попробуем извлечь вот эти фигулины по идее должны выниматься но не факт так штуки там в принципе они от киши они там болтаются о они просто не хотят вылезать о я думал они там в гнивши пружины вот пружины почему то не вылазит хотя должны и а одна пружина не схватить почему их так скрутило интересно что с ними сделать их надо как-то растянуть сделать рабочими и кого-то вернула они уже стали больше вот так я ее на спицу надел попробуем ее сейчас восстановить чтоб она хоть и кривая но работала так ну что попробуем попробуем эту загогулина то всунуть ну в принципе сейчас поставим ролик функцию свою исполняй сейчас я все три пружины так сделаю соберем и все будет работать ну а третья пружина растянул крутил закрутил раз и на место ее так так оп ролик оп все работает все работает так что можно таким макаром чтобы восстановить восстановить как бы работу обгонной муфты стартера просто растянуть пружину не знаю почему ее туда так загнала что ее так туда закрутило вот вот принцип работы обгонной муфты так у нее сана в свободном полете а когда заводить ролики идут на на зажим на заклинивание а вот так они в свободном полете стоят а корзина крутится а это на зажим ну в общем то и все можно собирать все я подготовил сейчас поставим люк это оденем а ну мы это прикрутим к ротору сразу берем головку берем стоп-трезьбу мажем болтик собака при магните ах какой магнит коляный и закручиваем чтобы он больше не открутился никогда вот один был закручен а два собирались на выход я думаю недолго бы этот мопед отъездил он как специально не захотел от меня уезжать чтобы я его как бы проверил на пригодность к дальнейшей езде сейчас тут мы ее подтянем потом на месте подтянем хорошо на мопеде вот так все ротер тоже готов льется с него вода не вода а масло ролики у нас в порядке все все убираем так ну что ребята ставим крыж помажем вот это место маслом чтобы лучше чтобы лучше вошла резинка так и аккуратненько ее вставляем с маслистым должна залезть хорошо хорошо не спеша внимательно смотрим чтобы резинка везде заскочила чтобы резинка везде заскочила вот так вот так вот так и закручиваем я понимаю что вы насчет ударной отвертки смотрел я ударной отверткой не так дорого вот куплю обязательно сейчас меня машина съела все и мне как бы купить пока не на что хотя она и стоит там тысячи рублей но как бы как сказать подождем аванса потому что надо кое-что купить машине я и так в машину валил в этом месяце чуть ли не 40 тысяч так чтоб не открутило сейчас клепану машина съедает очень много денег ну как съедает много денег я машину просто давно ничего не делал и пришло время вложиться никуда ты этого не денешься потому что машина нужна каждый день и машину надо делать и денег как-то ну тут принцип какой что-то вкладываешь машину что-то отрываешь от себя что-то что-то вкладываешь дом отрываешь от машины нет такой вот получки нет такой получки чтобы вот да например что хочешь то и купил если что-то хочешь купить надо обязательно оторвать что-то от круга на данный момент на данный момент у меня сейчас на первом месте машина машина как бы съела очень много денег просто машина не новая и приходится в нее вкладывать чтобы она потом долгой верой и правдой служила потому что если не вкладывать в машину то тогда лучше ходить пешком а на новую машину ну про новую машину я говорить не буду потому что или даже про другую потому что цена сейчас на машины сами знаете какие и я думаю лучше сделать старый свой немецкий автомобиль ездить на нем спокойно много лет чем покупать что-то еще в таком же состоянии и опять же вкладывать денег все прекрасно все выглядит хорошо так ротор у нас все с роликами все хорошо шпонг у нас на месте все на месте так вот он сел немножко по нему потухаем вычистим всю грязь и все это дело закрутим закрутим затянем поставим крышку и попробуем почему он не заводился почему он не заводился он когда был с водой заводился хорошо а когда крышка полежала на печке почему-то перестал заводиться все тут я все восстановил сейчас прокладину найду новую и ставим крышку так ну что ставим новую прокладину как всегда центровка у нас одна вторая крышки ставим крышку ставим крышку пипку вот эту ставим вот сюда пас надеюсь все будет хорошо ну что сейчас затянем посмотрим искру попробуем завести так ну что искра есть искра есть и искра постоянная а в прошлый раз искра была через раз так вот все все разобрал я проводок отваливши в общем искра слабая слабая не хватает ему завестись заливает на двух свечках есть искра на 2 нет мало току больше напоминает коммутатор но может быть и катушка все-таки генератора навернулась мой я пойду баню мне больше некому нету времени баня стопилось для уже и время поздно завтра снимем мне и мультиметр сгорел и проверить позвонить и нечем завтра снимем крышку посмотрим в чем беда вот еще раз снимем генератор может какой провод отвалился пропаяем до чехол у меня есть можно поменять но факт что-то что-то случилось с зажиганием я думаю потому что очень мало тока все таки же вода на свое дело сделала так что на этом пока сегодня все но конец еще будет вот такие дела ладно все пошел я в баню привет ну что ребята воскресенье утро воскресенье утро ну не утро уже 11 утра дня затопил печурку надо разобраться с лесником сейчас я сниму крышку все просмотрю все прозвоню решим что с ним и надо бы как-то загнать разобрать 250 кубовый ттр и потом следующий должно есть идти лишь и питер мотор на собрать пока еще совсем внимание наступило мой ну как-то вот так план такой не знаю как и что из этого выйдет еще я хочу все таки разобраться до конца с машиной отрава не пришла фары разбирать придет сегодня но сегодня когда она придет завтра на работу я наверно уже ничего не сделаю а без фары на машине не поедешь вот так очень такие планы ладно снимаем крышку так ну что все таки же придется разбирать все смотреть что там у нас засырела так до чехола так мне открутить и не удалось болты там прижились насмерть тут я особо ничего не вижу криминального вот сейчас я паяльной станции погрею катушку посушу может быть и поможет я думаю что просто она напиталась воды и замыкает попробуем ее посушить это паяльная станция 1 1 1 моего хорошего знакомого этой паяльной станции я восстановил видео карту которая работает уже третий год станция очень мощная правда без индикации ну что пробуем греть пробуем греть станция это очень жутко горячая так ребята короче погрел я генератор ничего не помогло попытался его размотать приклеен очень сильно хотел погреть смотрю здесь петля торчала обмотки в общем ничего не добился только порвался провода но факт остается фактом что вот его видно пробило все таки водой водой пробило сушка это не помогла генератор я уже заказал новый 1000 рублей стоит придется 1 ноября вот в общем этот пока лесник мы в сторону сейчас я загоню ТТР 250 и снимем мотор и посмотрим что внутри так ну что ТТР надо снять поршневую но поршневая тут просто так не снимется придется снимать мотор ну сейчас посмотрим ирбис этот ирбис поменен на зонкшин я ссылку оставлю хороший мотоцикл зонкшин парень решил поменять на вот это хочет он боевого коня погонять по горам поменялся но мотор здесь конечно очень плачевным состоянием приехал гремит стучит бренчит надо его разобрать посмотреть что по поршневой что по клапанам дать человеку ссылки чтоб он все заказал и купил или перевел на деньги в общем сейчас я быстренько скидаю мотор и посмотрим что внутри так ребята я отключил сцепление открутил карбюратор открутил все болты здесь ухо такое открутил глушитель отсоединил стартер звездочку моторную снял отключил все провода вот провода подключались вот сюда открутил массу по идее а вот остался один верхний и мотор тогда я сниму так у меня все откручен вытянул даже не откручивая верхних ушей не снимая бака и релюхи зарядки вот ну ставить я думаю буду посложнее будет сейчас поставим его на стол и скинем поршневую так ну что для начала мы открутим стартер чтобы нам снять натяжник цепи откручиваем стартер два болта все на улице потеплее так байкеры выскочивши на улицу последние так сказать деньки тепла и пацанва гоняет вот так снимаем стартер опа в сторонку его и снимаем натяжник я думаю цепь тут тоже придется менять мотор бренчит просто как балалайка просто вот как будто вот коромысла там зазоры по три километра и мотор дымит надо смотреть поршневую собирали кулибины какие-то кулибины поршневая новая но дымящая натяжник новый тоже так вот мы сняли цепь ГРМ ничего не затянут как обычно аккуратненько прокладочка прокладочка сейчас потихонечку оп отрежем постараемся без потерь вот так повесим на гвоздок откручиваем два болта ГРМ так снимаем моторная звезда коробочку цепь пускай падает все равно цилиндр снимать так откручиваем дальше снимаю на телефон потому что на камеру делать очень долго а время у меня нет потому что если я сниму на камеру то придется это все дело конвертировать очень все это долго а на телефон проще вот так ну что по идее нам осталось отвинтить только цилиндр снять голову и посмотреть что внутри цилиндр не закручено на слово вообще просто я думал сейчас буду тут впираться о затянут затянута одна только шпилька остальное все от руки от руки цилиндр цилиндр в принципе не затянут стоят модные гравера советского еще наверное производства ну вот что тут стоит еще гайка и походу на 13 и она затянут опа затянут вот эта гайка и вот это а эти две нет шпильки какие-то стоят разные или перепутан как-то о о немножко наложен шайб вот так и три три штуки шайбы гайки он такая шпилька одна длинная стоит мотор конструктор такие хуже всего делать потому что собирали непонятно кто непонятно кто как быстрее тяп-ляп вот так ну что снимаем бошку откуда тут вода свечка стоит все стоит откуда в моторе вода закладинка под ней масло ну потому что они затянут странно как могла попасть вода цилиндр интересно мне знать если свечка закручен карбюратор стоит сбоку глушитель смотрит вниз как смогла попасть вода цилиндр весь царапанный голова голова по-моему видела уже оборванный клапан с головой мы сейчас поговорим отдельно сейчас мы снимем поршневую и посмотрим ну тут смотреть уже вот если вот так смотреть да видно да какой там поршень стоит он уже на три размера меньше чем цилиндр так что понятно да что компрессия тут я сейчас посмотрю кольца поршневая тут уже никакая поршневая под замену закладинка отвалилась так на гвоздок коленвал хороший не люфтины не шаттины цепь моторная видимо поставлю новая потому что не ну люфтик маленький-маленький даже можно сказать нет цепь как бы хорошее цепь хорошая а вот поршневая что-то на комер так это нам больше не надо это надо накрыть тряпкой и положить здесь у нас больше ничего только при сборке разобраться со шпильками так продолжаем сейчас посмотрим что у нас по поршневой цилиндр новый китайский тулки надо снять потому что они обязательно потеряются под цилиндр цилиндр ужасном состоянии как бы вам показать вот здесь просто пальцем ведешь вот снизу прям вот переход такой бам поршневой цилиндр поршень смотрим кольца смотрим кольца кольца просто снимаются как фольга ну скажем так что кольца почти хорошие потому что зазоры как бы ну вот это верхняя почти ничего конечно большой зазор нижняя видно да что нижняя я уже с ножом снимаю маслосъемное кольцо ну по поршню понятно да что поршень там просто как на три размера меньше поршневую надо покупать новую ну я думаю дело даже не в поршне это в большом выносить цилиндр не ну а может такое ощущение что он не по ремонту вообще потому что он просто болтается невозможно просто ну так не должно быть шире мамины просто ну просто 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 поршневая под замену голова так снимаем башмак снимаем башмак положим игровку голова хламотала просто как балалайка вот она повидала видимо или оборванный клапан у меня такое ощущение что этот клапан он не прикасается толком я попробую бензина налить ну как ни странно держит держит так а впускной обычно выпускной лучше а вот пускной а пускной насквозь о или он пережат или он просто не закрывался а то ему его и не завести и он троит пердит и не едет понятно клапаном понятно сейчас мы скроем распредвал и посмотрим по распредвалу но я бы конечно головку вот эту сдал бы в алюминий и купил бы новую мотор очень поршневая в запущенном состоянии собирали ее тяп ляп а бы лишь бы как я думаю ребята придется лезть дальше потому что распредвалу хана голова не смазывалась значит снизу масло не идет вот распредвал синий распредвал синий распредвал и коромысла ну кромысла как бы еще сильно не пострадали а распредвал конечно у нас подъело вот оно все весь стук масло масло в голову не шло масло в голову не шло масло в голову не шло масло идет по этой шпильке вот сюда дырочка там есть ничего не забит вот сюда так подается вот сюда промежность в эту а здесь стоит закрытый пошивник вот сюда и попадает оно вот туда в распредвал и распредвал мажется под давлением масла здесь нет в моторе масло есть вот отсюда сюда и в распредвал вот коромысла и на коромысла вот так смотрю канал и сделан да вот канал и сделан за счет подается на коромысла и смазывается коромысла вот там насквозь дырка шпильками держится чтоб не улезло масло масла в голове нет я думаю хана и масляному насосу придется разбирать дальше так ребята в этих моторах нет масляного фильтра здесь стоит такой грибок на коленвале центрифуга 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 если он откручивается он ломается и заклинивает масляную шестеренку там шестеренка такая привода масляного насоса не буду утверждать что в этом моторе именно так но в этих моторах вот такая фигня потому что масляного насоса нет масляного фильтра нет стоит вот тут центрифуга вот но я еще раз говорю не уверен потому что тут я смотрю стоит сетка да масляного фильтра как бы сетка стоит последнем таком моторе ну я просто по буквам их не знаю их очень много разновидностей на коленвале стоит центрифуга она отломилась упала заклинила масляный насос масок не качал почему масла и нет в головке потому что в моторе масло было я слил там хоть пол литра но было и всяк ну тут видно даже сухо тут даже сюда не шло ничего тут сухо вот я прокладку снял а тут сухо нету ничего сушняк вот прокладка стояла а тут даже нет ничего есть только масло под между на головкой и цилиндром видно и вот кидала сюда поршнем и как-то под прокладку набила но факт что масла нет вот сухая дырка вообще нет и маслины так что будем сымать крышку и смотреть масляный насос так сетки нет сымаем крышку сцепления и смотрим масляный насос так сейчас я сниму крышку чтобы добраться до масляного насоса вот вот потому что насос масляный не качал еще раз скажу что раз тут стоит масляный фильтр может тут система другая вот но обычно там стоит центрифуга вот ну тут как бы не похоже хотя я не знаю я не знаю честно не знаю сейчас посмотрим что внутри но факт что масло не идет в голову это факт поэтому он и не едет придется я так чувствую товарищу покупать голову поршневую и сейчас посмотрим еще что здесь творится но факт остается фактом масла в голове нет зато он и лесгоча и стукоча как потому что коромысло выношен распредвал без смазки и видимо по подшипникам меняли подшипники поставлен закрытые подшипники даже не снят пыльники видимо уже разбирали распредвал смотрели видимо ничего не нашли по сталиному поршневую но эффект это не дало только поршневую поганили зато так и работал что я чувствую он работает как будто без масла хотя масло вот тут было вот тут масло показывало что оно есть заказывает на комплект прокладок поршневую головку и сейчас посмотрим что тут еще у нас нарисуется нарисуется прокладку я думаю мне тут ее не спасти не даже пытаться не буду ее отковырюсь вот 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 про что я говорю вот стоит центрифуга центрифуга но она в порядке она в порядке почему не качает масляный насос вот вал да вот вал вот видно да вал прокручивается в шестеренке вот видно что то попало потому что с той стороны сетки нет попала грязная какая то сарина масляный насос и эту шестеренку шестеренку просто напросто срезала вот она или еще по каким то вот он заклинившим вот все вот он не крутится масляный насос масляный насос надо его снимать смотреть вот он клинит что то с масляным насосом не в порядке потому что срезала шестерню а я разбирал такой мотор последний вот 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 эта фигня открутилась упала вниз и сломала шестеренку не купил ударную отвертку не никак придется колотить по старинке вот уже прокрутилась ну и что тут тут у нас все хорошо бузиночка бузиночка в насосе что-то заедает что-то заедает в насосе вот так все закручено все так не буду я разбирать его разберу позже разберу позже вообще купить наверное лучше другой вот все вот он заклинил вот в одном месте он заедает так ну что мотором все понятно головка поршневая масляный насос с приводом и вся беда вот опять же из-за масляного насоса маски нет головки начинают гореть поршневые начинают головка гореть начинают менять снимать и получается вот такая фигня сейчас поставлю крышку назад накину накрою тряпкой и все будем искать и говорить сколько это стоит и будем покупать ударную отвертку как-то раньше она мне не надо было а тут вдруг без нее просто невозможно ладно все на сегодня все буду снимать фары в машине и остаток вечера заниматься машиной так ну все до следующих встреч заходим на яндекс дзен не забываем пишем комментарии ругаем хвалим ну и следим за моим творчеством а я буду стараться как-то как-то что это дело продлевать все пока 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 пока